Как ты вообще первый раз попал в дурку? Ты ж не просто так или попал, или просто так? Нет, мне первый раз сдавала, короче, матушка, я клей употреблял, но нет, мухал. Мухал? Да, заклеена меня сдавала. И вот так вот протатал тропинку. А что, вот так вот просто можно взять в дурку, положить за то, что клей ты нюхаешь, что ли, или как? Ну, она может. По-моему, надо сначала на учет куда-то в наркологию, блин, поставить. Можно диспансер на учет поставить, даже если ты бухаешь, тебе поставят диагноз органика. Организмское расстройство личности, то бишь, ты нормальный, пьяный, дурной. Тебя поставят на учет, будет диагноз органика. Тебя будут ложить в дурку госпитализировать, и все. То есть, подожди, вот расскажи вообще-то по процедуру, как, блин, человека сложить в дурку, например. Вот я, например, звоню и говорю, у меня вот сосед дурак, он закарал меня в стену, блин, головой бьется, постоянно орет, блин. Вот написал на него заявление, что ли, куда-нибудь, да, к нему приехали, забрали. Да и проще, вызываешь 13-ю бригаду, или участкового. Говоришь участковому, что вот он, что зря делает, и т.д., и т.п., посмотрите на него. Давайте, может, он на обследование какой-то, и вызывает 13-й участковый. Приезжает 13-й, брат пишет заключение, тебя везут в дурку. А если он дверь не открывает? Ну, что еще раз приедет. Если вымывать не смогут. Блин, люто. Короче, попадаешь туда, и уже ты все прописался, ты будешь там регулярно появляться, как только на тебя кто-то будет доносить, да, я так понимаю? Да не только, может даже родственники тебя сдать. Родственники? Конечно. На этом все и держатся, в принципе. А врачи там типа говорят, короче, да, ему лечение нужно 100%. Ну, конечно, они же родственников бабки имеют. Ну, естественно, я понимаю, понимаю. А я слышал, тут в Кишкинкинской больнице в 90-х процветало, там какие-то врачи были интересные, которые убалтывали там пациентов, чтобы тебе переписали на них имущество там. Они не убалтывали, я это все застал. Там, короче, была система такая, что, короче, ну, родственники ложат, оформляют хаты на родственников. Больных, которые там лежат, их в интернат. А хаты продавались, деньги дербанились. Потом все это вскрылось. Одного врача сделали крайним. Крайним. Ну, как бы он уволился, да. Ну, просто он потом, после этого увольнения, все затихло, замялось. Он просто окнулся в несколько центров наркологических. Сейчас работает нормально, все кодирует. Отлично. Я так думаю, они с Семеном Рогановым знакомы. Ну, и фамилии одинаковые, в принципе. В принципе, да, почти, да. Ну, я понял, о ком вы говорите, лорд. Я понял, о ком вы. Круто. А вот в этой, в Кишкинкинской больнице, там вот в основном лечение проходит какими таблетками? Ну, смотри, какое заболевание. Если шизофрения, то галлоперидол, циклодол. А шизофрения вообще как выражается? Есть буйная, да, какая-то степень? Ну, как буйная? У тебя просто бывают голоса. А, это шизофрения, это голоса? Ну, голоса, там, паранойя всякая идет. Ну, голоса в основном, они есть приказные. Есть женские, есть мужские. Приказные самые плохие. Его сказать, допустим, иди убей, он пойдет и убьет. А забить нельзя на этот голос. Так они не отстанут тебе, пока что-то не сделаешь, пока, ну, что они требуют. Если ты это не сделаешь, они не отстанут. Блять, откуда они появляются? Это загадка. Хуй, блять, блять, это пиздец, короче. Такой-то хуй в голове поселится, заебет. И вот, что касается циклодола препаратов. Подожди, а вот эти вот таблетки, они глушат эти голоса, получается? В общем, что я хотел рассказать. Или они просто, ну, ладно, давай, давай. В общем, когда голоса дают галлоперидол таблетки, они отбивают голоса. Но есть повышенный эффект. От них сводит человека. Чтобы не сводило, дает корректор. То бишь, циклодол. Он корректирует 10 других препаратов. И, то бишь, не сводит ничего. Ну, а циклодол, если так пить его, просто будет эйфория. Понятно.